МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наступило время сезонных простудных заболеваний. И хотя пик заболеваемости приходится на осенне-зимние месяцы, подумать о защите стоит заранее. Врачи говорят, сейчас лучшее время, чтобы вакцинироваться от гриппа. На выработку устойчивого иммунитета уйдет 2-3 недели. И если к моменту начала роста заболеваемости значительная часть населения будет привита, эпидемия гриппа просто не состоится. Однако почему-то тема вакцинации всегда вызывает в обществе разногласия. Кто-то считает прививки необходимыми, а некоторые думают, что от них можно отказаться. На самые волнующие вопросы о вакцинации от гриппа ответила участковый терапевт городской больницы номер 3, поликлиники номер 1 Анна Лаптева. Все мы только недавно начинаем отправляться после COVID-19, совершенно не думая о эпидемии по гриппу, которая случалась не так давно и периодически напоминает о себе. Грипп – это острое респираторное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем при общении с больным человеком. Поражает верхние дыхательные пути и бронхи. В редких случаях также легкие. Возможно, также тяжелые течения болезни. В случаях эпидемии бывали случаи и пандемии, также, как и при COVID-19 по гриппу. Сопровождаются и смертельными исходами. Наиболее часть причины являются именно вирусы гепатит гриппа А. Симптомы первый-четвертый день заражения именно происходят. Это лихорадка до 40 градусов, сухой кашель, который может длиться 2-4 и более недели. Головная боль, боль в мышцах и суставах, боль в горле, насморк. Наиболее заразные пациенты именно на 3-4 день с момента появления симптомов. Симптомы схожи с другими ОРВИ и диагностируются с помощью лабораторных тестов. Скажите, штаммы гриппа ведь тоже бывают разные? Самые частые – это вирусы гриппа А. Грипп А проявляется каждые 2-3 года. Вирусы гриппа В каждые 4-6 лет. Стеротип еще также есть гриппа С. Бывают единичные вспышки у детей и у людей с ослабленным иммунитетом. Больше всего мы ожидаем именно стеротип гриппа А, так как он чаще всего появляется каждые 2-3 года. А если говорить о текущей эпидемиологической ситуации, как бы вы ее оценили? И есть ли уже у нас в Ульяновской области случаи гриппа? Несомненно, по Ульяновской области уже появляются единичные случаи гриппа. Именно у людей, которые не прошли вакцинацию. И из-за последствий как раз-таки COVID-19 у людей появились различные хронические заболевания дыхательных путей. И из-за этого, конечно же, ожидается наплыв по эпидемии гриппа. Но мы стараемся этого избежать, потому что сейчас в данный момент происходит вакцинация от гриппа конкретно в нашей поликлинике, да и по всем медицинским учреждениям Ульяновской области. А какие типы вакцин сейчас доступны? На данный момент в нашей поликлинике доступна вакцинация СОВИГРИП вакцины. Достаточно хорошая вакцина. Вакцина трехкомпонентная. Препарат с наименьшим количеством осложнений. Вообще все, кто прививался до этого в прошлом году и позапрошлым СОВИГРИПом, предпочитают именно его. Потому что по отзывам именно наименьшее количество осложнений, таких как насморк, кашель. В основном все говорят, что именно появляются простудные какие-то симптомы. Именно предпочитают приходить делать прививку СОВИГРИП. Анна Дмитриевна, если говорить о сроках, то как долго продлится вакцинация и когда нужно делать прививку? Чем раньше, тем лучше? Прививку нужно делать сейчас, в данный период времени, потому что обычно эпидемия начинается уже в середине октября и до конца ноября уже начинает возрастать эпидемия, если не прививаться. Прививаться нужно за 2-3 недели до начала эпидемии. Поэтому нужно приходить сейчас. У нас уже в течение трех недель присутствует кабинет допуска к вакцинации, в котором вы без очереди проходите допуск к прививкам и делаете. Также будут проходить это еще в течение как минимум 2-3 недель. Скажите, а кому нужно вакцинироваться в первую очередь? Детям, школьникам, пенсионерам? В первую очередь вакцинируются, конечно же, дети. Детям можно вакцинироваться от 6 месяцев и любого возраста. Также люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, например, как хронические бронхиты, осложнения какие-то, возможности, заболевания сердца, легких. Также вакцинируются люди с врожденным и приобретенным иммунодефицитом и, конечно же, беременные любого срока беременности. Также работники здравоохранения. Многие люди боятся вакцинироваться, считают, что какие-то побочные эффекты могут возникнуть. Насколько такие опасения оправданы? И наверняка в вакцинации-то не стоит бояться. Совершенно не стоит бояться вакцинации, потому что это самый простой, безопасный и эффективный способ защиты населения от эпидемиологически опасных заболеваний, которые делают иммунную систему сильнее. Как защищаться от гриппа тем людям, которые еще либо не успели сделать прививку, либо категорически не хотят ее делать? Конечно же, стоит взвесить «за» и «против», потому что, конечно, прививка – это в первую очередь самый безопасный вариант для того, чтобы не заразиться гриппом. Но, конечно, можно проводить неспецифическую профилактику, такую, как влажная уборка помещений с дезинфицирующими средствами, особенно если в вашем окружении, в вашей квартире живет человек, который, возможно, уже болеет. Ношение индивидуальных средств защиты – маски, перчатки и ограничение контакта с уже больными людьми, с большим количеством людей. Именно поэтому в нашей поликлинике имеется кабинет допуска к прививкам, чтобы вы не сидели в очереди. Вместе с уже болеющими людьми просто приходили, обследовались, можно ли вам делать прививку и делать ее. Анна Дмитриевна, можно ли заболеть гриппом после прививки? И если да, то болезнь будет ли протекать в более легкой форме? Ну, конечно, безусловно, нельзя утверждать о том, что прививка вас защитит на все 100% от заболевания. Но практически могу сказать, что с вероятностью 99% заболевание, которое вы сможете получить, это будет не вирус гриппа. Скорее всего, это будут какие-то просто легкие простудные заболевания. Почему нужно вакцинироваться каждый год? Получается, у вакцины есть какой-то свой срок годности? Срок годности есть не у вакцины, а у нашего собственного иммунитета. Для того, чтобы иммунитет каждый год мог распознавать вирус, нужно постоянно обновлять. Возможно, какие-то дополнительные компоненты в сыворотке, вакцины будут присутствовать новые, более современные, в зависимости от вирулентности, так скажем, обновленности гриппа. Поэтому каждый год следует обновлять прививку, чтобы заболевание либо обошло вас стороной, либо протекало в более легкой форме. Существуют какие-либо противопоказания для проведения вакцинации? Да, противопоказания есть. Это уже заболевание, которое вы уже чувствуете по симптомам. То есть, если вы уже заболели кашель, насморк, если у вас присутствует ломота в теле, то, конечно же, это, скорее всего, уже начавшееся ОРВИ. И делать прививку следует после того, как вы выздоровеете, в течение 2-4 недель. Также обострение хронических заболеваний. Возможно, какие-то сердечные заболевания, обострение или болезни желудочно-кишечного тракта, такие как хронический пиоленфрит, холецистит. Если у вас в данный момент обострение, то не стоит делать прививку или лучше посоветоваться со своим лечащим врачом. И также острые заболевания не ОРВИ. Например, даже если у вас аппендицит, понятное дело, что прививку от гриппа вам никто делать не будет. Анна Дмитриевна, давайте для наших радиослушателей озвучим алгоритм действий. Что им нужно сделать для того, чтобы вакцинироваться? Записаться к терапевту, прийти на прием к специалисту либо просто прийти в поликлинику и сказать, я хочу сделать прививку. Какие шаги нужно сделать в первую очередь? Все люди, желающие сделать прививку, обслуживаются вне очереди. В течение трех недель, как я уже говорила, у нас существует кабинет допуска к прививкам. Вы просто приходите, говорите то, что вы хотели бы сделать прививку. Мы вас осматриваем и даем или же не даем допуск к прививке. Даже если кабинет допуска к прививкам не работает, в любом случае вы можете подойти к абсолютно любому терапевту, участковому, который есть на месте, и вас вне очереди примут и дадут допуск на прививку. Запаса вакцины еще достаточно? Хватит для всех желающих? Да, конечно. Запас вакцины у нас достаточно объемный, может хватить на всех желающих. Давайте поговорим о текущей ситуации с заболеваемостью. Многие болеют. Болеют, видимо, вирусными инфекциями. Что это такое? Сезонный всплеск ОРВИ? Вообще, сезоны вирусов – это начало весны и начало осени. Начало осени – это обычно именно из-за того, что многие люди начинают ходить в школы, дети, например, или в университеты уже более взрослые люди. А начинается контакт с другими людьми, поэтому распространяются некоторые болезни. Также приезжают люди из каких-то других городов, в которые они путешествовали. И поэтому именно сезонность, которая у нас характерна для осени, она присутствует, безусловно, каждый год. И поэтому именно в это время начинается вакцинация от гриппа. То есть беспокоиться пока не стоит? Это просто сезонный всплеск? Это сезонный всплеск, да. Беспокоиться совершенно не нужно, но тем более если соблюдать все правила, делать прививку и, конечно же, носить маску. Никто не отменял. Вы слушали интервью участкового терапевта городской больницы номер 3, поликлиники номер 1 Анны Лаптевой. Вы слушаете Радио России Ульяновск. У микрофона Алексей Сорокин. Музыкальный гостинный. Субтитры создавал DimaTorzok В это воскресенье, 1 октября, Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» открывает новый концертный сезон. Гостем концерта станет мультиинструменталист и композитор Олеся Ростовская, которая представит слушателям удивительный музыкальный инструмент – термин «вокс». Это единственный в мире бесконтактный инструмент. Исполнитель играет на нем без прикосновений, воздействуя на электромагнитное поле. Приближая или удаляя руки от антенны термин «вокса», музыкант изменяет высоту звука. Наблюдать за игрой на нем можно бесконечно, есть в нем что-то фантастическое и необыкновенное. В программе прозвучат авторские композиции для термин «вокса» с оркестром Олеся Ростовской, а также популярная классика в переложении для термин «вокса» и оркестра духовых инструментов. Перед концертом Олеся охотно с нами пообщалась. Термин «вокс» единственный в своем роде, и он может называться истинным электромузыкальным инструментом. Смотрите, то, что у нас принято называть электромузыкальными инструментами – электрогитар, допустим, синтезатор или стик такой, как гриф от контрабаса. Вот это, строго говоря, это электрифицированные музыкальные инструменты. У них у всех есть акустический предок. У электрогитары предок – акустическая гитара, у синтезатора предок – орган, у стика, ну, соответственно, вот я уже сама сказала, контрабас предок акустический обычный. А у термин «вокса» у него нет никакого акустического предка. Он возник просто, можно сказать, ниоткуда в гениальной голове Льва Сергеевича Термена, который его изобрел в 1919 году. Это вообще огромная редкость, чтобы какой-то инструмент был именно изобретен конкретным человеком. Всё, что мы знаем, да, флейты, смычковые инструменты, щипковые инструменты – кто их изобрел? Это всё огромные древности, путь, прошли инструменты, и много-много людей вносило свои улучшения, скажем так, да. И вот они родились такие, как бы, результат общей работы на протяжении веков. А термин «вокс», да, уникален в том числе и тем, что его изобрёл совершенно конкретный, известный нам человек – Лев Термен. И способ игры на термин «воксе» действительно и как больше ста лет назад он всех поражал, и сейчас люди продолжают удивляться, кто впервые это видит. Во время игры на термин «воксе» музыкант ни к чему не прикасается. Он просто двигает руками в воздухе возле инструмента. Многие ли композиторы писали для термин «вокса»? В каких произведениях можно услышать этот инструмент? Первое сочинение, да, специально для термин «вокса», было написано ровно сто лет назад, в 1923 году, только в 1923. На самом деле, большинство, подавляющее большинство людей уже слышали термин «вокс», просто не отдавали себе отчёта в том, что это он. Но все же смотрели, например, сказку «Василиса прекрасная» режиссёра Александра Роу. Вот там Леонид Половинкин дал волшебной девушке Василисе такой волшебный голос термин «вокса», например. Или почти все смотрели «Шрека третьего». Помните там сцену, когда Мерлин колдует, там их отправляет куда-то? Вот там самый настоящий термин «вокс». Или в мультисериале «Спанч Боб» там огромное количество термин «вокса». Ну и всякая фантастическая классика, и «Доктор Кто», и «Стартрек». И тоже, я думаю, очень многие смотрели чисто английские убийства, сериал, который в оригинале «Мицамерские убийства». Вот там прямо в заставке термин «вокс» или «Шин» играл эту музыку. Ну полным-полно на самом деле в кино термин «вокса», и просто в академической музыке тоже. И Шостакович писал для термин «вокса», и Шабалин, и Шнитке, Богуслав Мартину. Ну все знают фильм тоже, вот мое поколение, и младшие, и старшие люди знают «Большое космическое путешествие». Алексей Рыбников музыку написал, там термин «вокс». Олеся, насколько я знаю, вы также пишете музыку для термин «вокса». Ульяновцы смогут услышать ваше сочинение? Да, три из них мы будем играть на открытии сезона. Ну а любители музыки могут где-то послушать эти произведения? Они есть в свободном доступе? Вообще, если кто уже заинтересовался и хочет получше подготовиться к концерту, можно, например, посетить мой канал на ютубе, называется «О лес рост». По четыре буквы от имени и от фамилии в одно слово «О лес рост» канал. Там есть и разные записи с термин «воксом». Там, кстати говоря, есть запись самого первого в мире сочинения, написанного специально для термин «вокса». Это симфоническая мистерия Андрея Пащенко для, соответственно, симфонического оркестра с термин «воксом». Вот там есть эта запись. Вообще, это легендарное сочинение. И вот кого интересует история музыки, история термин «вокса», я очень рекомендую. Такая музыка, которая захватывает, потому что ты прямо внутри музыкальной ткани, ты ушами слышишь, как силы добра борются с силами зла. Ну, правда, очень интересно там. Вот можно вот эту запись на моём канале послушать. Там даже есть бесплатные уроки выложены, как начинающему пробовать себя на термин «воксе». Всё там рассказывается очень подробно, поступенно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Объясните для тех, кто не знаком с термин «воксом», как играть на этом музыкальном инструменте. На первый взгляд, он практически неуправляем. Термин «вокс» – абсолютно управляемый инструмент. Более того, из всех инструментов, что я знаю, а я и руками знаю не только термин «вокс», а другие инструменты тоже, я могу сказать, что термин «вокс» – наиболее чувствительный к действиям исполнителя инструмент. любое движение исполнителя, не только движение рук, которые конкретно манипулируют, чтобы играть, но и движение всего тела термин «вокс» хорошо понимает и их тоже в звуке отражает. Поэтому во время игры на термин «воксе» термин «воксист» – это максимально вовлечённый человек в контакт со своим инструментом. И для самого исполнителя, ну, мне так кажется, это вообще очень захватывающая такая штука. Олеся, вы играете ещё на одном уникальном музыкальном инструменте – коррельоне. Расскажите о том, что это такое. Коррельон – это клавишно-ударный музыкальный инструмент, который состоит из настроенных колоколов и специальной клавиатуры. И коррельонист во время игры пользуется не пальцами, чтобы нажимать на клавиши, а кулаками и ногами. На самом деле там никакая страшная там сила не нужна на хорошем коррельоне, никто там со всей дури не лупит по клавишам кулаками. Но это просто такая исторически сложившаяся техника, у которой есть свои обоснования, почему она сохраняется до сих пор. Да, инструмент – это очень интересный. У нас в стране четыре коррельона. Мой самый любимый из них находится в Петербурге, в Петропавловской крепости. Коррельон, на котором я выросла как коррелянист. Ну, вообще, я ездила на гастроли много и сравнивала с другими коррельонами в разных странах. И я могу сказать, что это не просто мой любимый персонально мне любимый инструмент, потому что это мой родной коррельон. Но он объективно безупречен. Я встречала ещё в мире всего в нескольких местах инструменты, которые, наверное, столь же хороши. Но вот чтобы где-то в мире был инструмент коррельон, который лучше нашего питерского коррельона, мне пока не попадалось. Он объективно очень хороший. И гастролёры, которые из других стран к нам приезжали, в Петербург, садятся ребята, кто-нибудь там коррельоний садится, играет, репетирует. Говорит, Олеся, это невероятно, я не могу перестать играть, какой у вас прекрасный инструмент. Записи коррельона у меня можно на канале на Оле с Рос слушать. И ещё есть хорошее место, кто заинтересовался такой вот колокольной музыкой. Она очень отличается от церковного звона, который в нашей традиции, в русской коррельон, это по происхождению фламандская традиция. Музыка колокольная там совсем другая, а не та, которую мы слышим с церкви. Вот кого заинтересовало, ещё есть хорошее такое место полазить по коррельонным записям. Официальный канал Музея Истории Санкт-Петербурга, Петропавловская крепость, он же, да, вот они держат на YouTube канал, где находится целый плейлист под названием «Коррельон». Надо открыть вкладку «Плейлисты» и найти там плейлист «Коррельон». Там больше 50, под 60, по-моему, роликов. Таких мы с мужем делали для них передачи о «Коррельоне». И я там кратко рассказываю какие-то важные вещи. И в каждом ролике какая-нибудь новая пьеса, которую игрно можно посмотреть, как это выглядит, послушать звук. Все записи там профессиональные. Мой муж профессиональный звукорежиссёр, он делал все записи «Коррельон» на высшем уровне. Даже мы за некоторые записи международную премию получили. А как вышло так, что жизнь связала вас с такими редкими музыкальными инструментами? Термин «бокс», «Коррельон»? Я просто принимала участие в событиях в моей жизни, которые наступали сами собой. Ну, как-то так мои интересы сами сформировались. Я когда поступила в Московскую консерваторию, на композиторский факультет, я уже знала, что там можно заниматься ещё на органе. Если ты на основном факультете хорошо учишься, то тебе дают возможность факультативно играть на органе. А если ты и то, и другое хорошо успеваешь, то можно орган как второй факультет взять. В моё время, когда я училась, там нельзя было просто отдельно на орган поступить, как на отдельный факультет. Вот такая была система. Ну, и я уже заранее была готова, что орган есть. Многие ребята даже не знали, что можно на органе заниматься. И я пошла, и сразу уже вот в сентябре договорилась на органной кафедре, что я тогда поступаю, когда в ноябре пройдут выпускные экзамены в аспирантуре, освободятся места на кафедре. Меня сразу же на первом же курсе конс, и меня взяли на орган. И действительно уже вот к третьему курсу всё выяснилось, что я хорошо успеваю и композицию, и орган. Оформилась на второй факультет, и консу закончила консерваторию по двум специальностям, с дипломами, там, и обе аспирантуры. А потом такая вот цепь событий как-то просто связанных. Ну, на терминвоксе как-то вот параллельно, когда в первую аспирантуру поступила, я пришла, такой был в те времена в московской консерватории терменцентр. Он не был весь посвящён целиком игре на терминвоксе, он был назван так в честь Льва Сергеевича Термена, из уважения к нему, а занимались там большей частью электронной музыкой. И я тогда пришла посмотреть, что композитор может уметь на компьютере делать. Именно вот по-композиторски начала. И в то же самое время, временной период, там проводила открытые уроки по терминвоксу моя знакомая, приятельница Лидия Кавина. И в какой-то момент она просто мне сказала, что ты сидишь за компьютером, давай вставай, попробуй на терминвоксе. Это, собственно, весь путь к терминвоксу. Ничего я особенно и не выбирала. Вот я встала к инструменту, и мне показалось, что если я сейчас позанимаюсь, 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 то у меня будет получаться. И так и вышло. А потом я закончила консу. Я тогда работала органистом в ансамбле духовной музыки «Благовест». Мы поехали на фестиваль «Преображение» в Ярославль. И там в свободное время я случайно оказалась в Ярославском музее-заповеднике наверху на звоннице во время звонарского концерта. И что-то там тоже у меня такое в голове перещелкнуло. Я в Москву приезжаю, подруге звоню. «А, я хочу звоном теперь заниматься». Она через день мне перезвонит и говорит, что ты орешь, я тебе нашла звонарские курсы, иди учиться. И бац, я уже учусь на звонарских курсах. Я ничего не делала. Я просто крикнула в пространство, что я это хочу. И всё само стало происходить. Отучилась на звонарских курсах, на церковного звонаря. У нас были и практические занятия, и были лекции по истории колокольного искусства. В том числе нам на лекциях рассказывали чуть-чуть, прям парой слов. Рассказывали, что есть такой какой-то вот коррельон там где-то, неизвестно где. И вот уже время прошло со звонарских курсов. Я уже с церкви звонила на пивцевском подворье в Москве. И сижу как-то дома, думаю, вот коррельон нам упоминали, а толком ничего не рассказали. Вот если я специалист по колоколам, это же стыдно не знать, совсем-совсем не знать, что такое коррельон. Надо как-то разбираться. И я полезла в интернет. Это был 2004 уже год. То есть интернет их было тогда не как сейчас. И ссылки, которые я нашла, они какие-то были все просроченные. Но я поняла одно, что в Петербурге где-то есть коррельон. И дальше я часто это рассказываю, потому что это одновременно и глупо, и смешно, но и очень хорошо кончилось. Вот я как у Чехова на деревне дедушки, я просто поехала в Питер в надежде, что я каким-то неизвестным образом узнаю там что-нибудь о коррельоне. Вот если вот это говорить, мне до сих пор это кажется и глупо, и смешно. Но на самом деле так и вышло. Потому что я в первый же день познакомилась с Сергеем Алексеевичем Старостенковым. Вот он сравнительно недавно, к сожалению, умер от ковида. Такой был человек прекрасный. Вице-президент Ассоциации русского колокольного искусства он был. Я ему вот эту вот всю вот глупую конструкцию излагаю. Он не дрогнул и говорит, ну а что, говорит, иди завтра, говорит, иди в Петропавловку, там завтра начинается коррельонный фестиваль. Ну вы представьте только, да, вот как всё. Я ничего не знаю ровным счётом, я приезжаю накануне начала коррельонного фестиваля. Ну что это такое? Это просто события, которые наступали сами собой. Я просто в них принимала участие. И вот Старостенков мне говорит, там на площади увидишь, пойдёт такой беленький, рукой показывает прическу, какой беленький пойдёт. Это, говорит, Йохазан, ты к нему подойди, вот это всё скажи и познакомься. Я на завтра иду в Петропавловскую крепость. Смотрю, он на площади стоит, такой беленький, с прической. И я к нему подхожу, говорю, Йохазан, да. И я вот это всё ему рассказываю. И он говорит, ну пойдём наверх. И мы пошли на колокольню, где стоит коррельон. И я весь коррельонный фестиваль проторчала там на ярусе коррельона, каждый концерт слушая. И уехала. Дальше проходит полтора года. Я тоже ничего не делаю, да. Я посмотрела, что такое коррельон. Я знаю теперь о коррельоне гораздо больше, чем подавляющее большинство звонарей на тот момент вокруг меня. Уже у меня как бы гештальт вроде бы закрылся. Проходит полтора года, сижу дома. Вдруг мне звонит какой человек, говорит, Олесь, Йохазан вас разыскивает и приглашает приехать учиться в Санкт-Петербургском государственном университете, потому что там открывается кафедра, где можно учиться на коррельониста. И дальше Джонни сделает монтаж. Следующие кадры. Я вдруг сижу в поезде на чемодане и впервые в жизни куда-то от родителей еду в другой город, как взрослая, учиться там в университете. А это я уж тетка была, уже взрослая. Но так вот как-то такие были события, что мне опять показалось, что я опять маленькая, опять студентка. И действительно отучилась в магистратуре и вот стала дипломированным коррельонистом. Так еще вот вышло тоже само собой, что поскольку я была в первом наборе на кафедре, у нас кафедра в СПБГУ называется кафедра органа, клавесина и коррельона. И большинство ребят, которые вместе со мной поступили в первом наборе, они в качестве основного инструмента выбрали орган или клавесин. Хотя каждый наш студент должен играть на всех трех инструментах. Это смысл именно нашей кафедры. Особенность историческое исполнительство на клавишных инструментах. То есть все виды и органы, и клавесины, и коррельон, все студент, каждый студент изучает. Но при этом каждый из учеников и студентов выбирает основной инструмент. Все выбрали орган и клавесин, а я одна, у меня уже было нормальное образование, органное. Я выбрала как главный инструмент коррельон. И вот получилось, что первый вообще в истории человечества официальный русский коррельонный диплом, он вот мой. Вот некоторое время я просто продолжала там еще играть в концерты и как-то вот быть. А потом меня пригласили еще преподавать на этой же нашей кафедре. И вот я уже который год уж сейчас не могу даже посчитать, я преподаю коррельон там же. Скажите, а ведь коррельон не совсем мобильный инструмент? Чтобы его услышать, нужно поехать в тот город, где он есть, в тот же Петербург, например? Обычно коррельоны, как и вот такие вот органы большие, да, то есть они часть здания. Это именно стационарный инструмент, чтобы услышать конкретно коррельон Петропавловской крепости, нужно, да, ехать в Питер в Петропавловскую крепость. У нас каждое воскресенье проходят дневные концерты. Сейчас очень усилилось туристическое движение внутри страны, поэтому если кто собирается в Питер на каникулы или в отпуск, заходите в воскресенье в Петропавловку, вы все услышите в лучшем виде. Для того, чтобы куда-то коррельон поехал, это должен быть коррельон не стационарный, а мобильный. Такие инструменты тоже есть. Их гораздо меньше, чем в стационарных коррельонах. У нас в стране есть мобильный коррельон с Белгородской филармонией. Время от времени Белгородский коррельон куда-то сам путешествует. И напоследок давайте пригласим наших радиослушателей на предстоящий концерт. Я вообще жду поездки в Ульяновск. Я никогда не была в этом городе раньше, но я знаю, что часть моих предков из Ульяновска. Поэтому мне бы очень-очень хотелось приехать в Ульяновск и посмотреть на город, в котором... Ну, я их не застала, этих предков. Это было очень давно. Но все равно мне очень хочется посмотреть на то место, откуда я тоже сама немножко. И приглашаю всех жителей и всех, кто будет в Ульяновске 1 октября на наш концерт. Милости просим. Милости просим. Милости просим. Напоминаем, что мы беседовали с мульти-инструменталистом и композитором Алисей Ростовской. Вечернюю программу для вас подготовил Алексей Сорокин. Алисей Ростовской. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok